Супругов Генриха и Сюзанну Дайхман из Германии бежгёстцы встретились с особым восторгом. Торжественные речи, стихи на немецком языке, запуск шаров – все это было посвящено успешному завершению строительства шатровой крыши для детского сада. Родители постоянно помогают садику в благоустройстве помещений, но с протекающей крышей все усилия до сих пор были напрасны. Крыша стекала, сделали люди хорошие ремонты, но после этого, когда крыша стекает, там уже невозможно и плесень образуется. При совместном участии всех структур установлено около 300 квадратных метров кровли в рамках проекта, реализацию которой ждали два с половиной года. Путь к меценатам указала местная организация «Глория». Долго, два с половиной года, но сегодня мы рады, что проект реализован. Реализован за короткое время, за 42 дня, силами, самое главное, наших местных строителей, проект реализован. У нас здание более-менее нормальное, вот крыша очень текла, и не было средств его сделать, поэтому крышу решили. Благотворительная ассоциация «Слово и дело» под руководством господина Дайхман выделила 20 тысяч евро на капитальный ремонт крыши до школьного учреждения «Солнышко» в селе Бежгиотс и ни разу не пожалела об этом. Долго, два с половиной года, в селе Бежгиотс и ни разу не пожалеет, но в селе Бежгиотс и ни разу не пожалеет. И даже детали, буквально, они свидетельствуют о том, что проявляется очень большая забота о детях. На меня очень большое впечатление, и произвели также вот эти поделочки детей, да что на самом деле свидетельствует о том, что дети принимают участие и о детях заботятся. Ассоциация «Слово и дело» в лице Генриха Дайхман стала первым спонсором детского сада и удостоилась чести подписать главную страницу Книги Добрых Дел.